Так, братцы, всего лишь одна минутка откровений, и мы с вами начнем сегодняшний выпуск. Многие в комментариях пишут, что я очень сильно устал, и по мне это заметно. На самом деле, это есть. Но вся суть в том, что я просто очень сильно тороплюсь выполнить определенные задачи, так скажем, обязательства. Пусть они так звучат. Мне нужно в ближайшее время запустить полностью отопление, горячую воду, ну, чтобы нам было комфортно. Вторая тема – это хауберг, потому что хауберг цепляет за собой утепление стен дома. А утепление у нас пока хромает. То есть, одна сторона дома утеплена, вторая сторона вообще не тронута. И это нужно сделать тоже очень быстро. Если я начну это делать в морозы, то хауберг будет ломкий и, ну, не такой, какой он должен быть для лучшей укладки, по моему мнению. Вот эти работы я должен сделать быстро. Как только я их сделаю, я немножечко выдохну, расслаблюсь и буду повеселее, пооптимистичнее смотреть на все происходящее. Я с вами полностью согласен и уверен, что вы правы в том, что нельзя себя загонять. Я помню, когда мы делали ремонт в квартире 15 лет назад, я шел как из-под палки домой с работы, потому что для меня это было тяжело. Тогда еще о стройке даже не думал. До рождения этой мысли еще было 8 лет, поэтому отношение было немножко другое. Сегодня же для меня стройка – это мое хобби, это мое увлечение, и я очень счастлив, что моя жизнь так переплелась строительная с моим увлечением киносъемкой, и все это вместе стало... В общем, я уже заговорился, и вас отвлекают основной темой. Друзья, погодка пока стоит, но как стоит, она периодами то льет, то солнце, сегодня вы это увидите. Поэтому начнем наши работы, позже ко мне еще подъедет товарищ, будет мне помогать мой друг, хороший друг, вы его все знаете. И сегодня мне нужно по максимуму сделать остекление дома. Все, поехали! Волгарка нифига не берет, буду резать сваркой. Волгарка нифига не берет, буду резать сваркой, нифига, 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 нифига. Задача, которую я сегодня себе поставил, это сделать веранду. Ну, наверное, начнем с той веранды, с той стороны, вы ее видели, у меня там просто сейчас колонны. Беда-то вся вот в чем. Заходишь в дом, и сразу холод прям бьет в дальнюю комнату, дети сидят за столом, это все в спины. Поэтому приняли решение раскошелиться немножко и сделать веранды стеклянные. Начнем монтировать ту веранду, потом, если время останется, сделаем эту. Но, скорее всего, не останется, потому что нам еще стену надо будет построить там, которая будет прилегать потом к бане. Сегодня ко мне приедет друг, Ванька, вы знаете его, мы с ним и на Кубе сплавлялись, и в тайгу ходим, и мед оттуда возим из тайги, из этой дягилевой, васильковой. Кстати, вот тут я вам оставлю ссылочку, у нас там и дягилев, и василек. По дороге я вам буду все рассказывать, а сейчас мы начинаем. Продолжение следует... В своих фильмах я не раз говорил, друзья, о том, как выручают меня люди, которые находятся рядом, и которые готовы прийти на помощь в трудную минуту. Так вот, Александр Талиман, это конкретно тот самый человек, который занимается окнами, точнее у него свой заводик в производстве окон. И благодаря ему сегодня мы имеем вот этот замечательный профиль для первой и второй веранды. Ну куда же без Джека, куда же без моего друга, да, дружище, дружище мой, помощник, главный помощник. Так вот, друзья, для жителей Бийской и Бийской области, без проблем, звоните в Талиман. Очень хороший сервис, очень отзывчивые люди, и очень хорошо выручают во всех вопросах. Так что, Александр, огромное спасибо за помощь в строительстве нашего дома. Еще вам хочу показать нашего товарища, друга. Вот, смотрите, мы ему принесли еды, и он знает, что ее нельзя, да? Нельзя. Вот тут он уже живет в будке, поставили ему стеклопакет. Так, Жень, ну раз ты дала ему той командой. Можно, можно, Джек. Вот, молодец. В общем, сейчас задача построить эту стену. Строить я ее буду из кедрового брусочка вот этого. Как только мы эту стену все сделаем, мы обколотим все это хаубергом. Будет очень красиво, будет все в один стиль. Ну, а как использовать эту беседку-веранду, вы напишите в комментариях, пожалуйста, ваши идеи, потому что у меня уже определенные есть. И если мы в идеях сойдемся, то я это озвучу в видосе и потом реализуем с вами вместе. Вот так это уже получается. Очень круто. Очень, очень, очень здорово. Осталось поставить стоевые, каждые 60 сантиметров. Ну и прожилки для того, чтобы это все держалось. И обошьем сегодня это ОСПшечкой. ОСПшечкой. Вот так, да, бывает, друзья. Поставил 50 квадратных метров стеклопакетов на всем доме. И на веранде вот первый у меня косяк. Что-то здесь пошло не так. Смотрите. Короче, стрельнул у меня стеклопакет. Сейчас будем разбираться, почему это произошло. То ли там болт торчит. Посмотрим. Я, честно, не знаю, в чем дело. Нужно все вскрывать, смотреть, доставать. Но вот даже сейчас видно по резинке что-то здесь со стеклопакетом. Кто-то туда уходит, кто-то возвращается. Там сравнивается. Не знаю. Ну, пока пусть стоит. Так вы увидели, как я его колотил. Не знаю, вроде как нормальная методика. Все так долбят. Может где-то увлекся, не знаю. Остался один стеклопакет. Уже здесь нет ветра. Уже появилось эхо. Уже здорово. Все, сейчас это стекло вставляем. И зашиваем эту стену. И в принципе веранда у нас... Получается, что веранда у нас готова. Вот, все здорово. Уже мухи налетели на стекла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы понимаете, этот ролик я снимал не в один день. И стеклопакет я заказал новый. Ошибка была в чем? Когда я заколачивал штапик, у меня просто пластиковая подкладка подошла под второе стекло. И когда я начал колотить, она топырила стекло. И так как я это не почувствовал и не понял, я просто его разбил. Профиль работает как часики. Все классно. Была мысль еще приобрести доводчики окон, дверей. Но, знаете, даже в большой ветер дверь не кидает. Ну, открывается спокойно. То есть нет такого, что ее там кидает тот стеклопакет. Вот здесь я хочу потом сделать подоконники. Белые подоконники. И благодаря этому у нас дверь будет открываться ровненько. Кстати, Джек, он же себя облюбовал уже веранду. Но так как мы поставили дверь, мой друг теперь дежурит всегда на лестнице. Вот я даже камеры включаю, смотрю, что происходит дома. И он сидит на лесенке. Это его место. Это такой небольшой, небольшой вам спойлер. Смотрите, закупили вот такую плиточку. Скоро будем ее с вами на первом этаже укладывать. 81 пачка. Это 200 с чем-то штук. И еще для моих дальнейших работ, тоже сейчас только что привезли, вот я взял... Это мне нужно будет сварить стеллажи. Также для вопросов по сантехнике и электрике я взял на борде электрических отверток всяких разных и бит. И бит. Не и бит, а и бит. Бит для них. И еще мне всегда писали, Денис, ты неправильно поступил с тем, что взял лазер с красным лучом. Красный луч плохо видно днем. А так как у нас сейчас начнутся уличные работы по Хаубергу, я взял вот такой еще лазерный уровень деко, но с зеленым лучом. Для того, чтобы уже не писали всякие плохие комментарии. Ну и для них еще вот зеленые очки. Очень вещь полезная. Ну и конечно же для установки окон, куда ты, куда мы без пистолета для монтажной пены. Друзья, все эти товары, которые я приобретаю, можно увидеть у меня под видосом в описании. Там ссылки, ссылки на все товары. Шезлон, кстати, вы можете увидеть в моих ранних видео, я про него тоже очень много снимал. И он теперь занял свое место почетное, где ему и надо быть. То есть его здесь ветром не кидает, на нем можно полежать, отдохнуть, посмотреть в окна на красоту. На этой веранде реально жарко. Жарко так же, как дома. Порой бывает открываем двери и в доме так же тепло, как и на веранде. Я извиняюсь, что видос сегодня был такой короткий. Я был очень рад вас видеть. Следующее видео у нас будет, да я уж не знаю, про что оно будет. Может быть про отопление, может быть про водоснабжение. Я еще колонны сейчас с водоочисткой ставить планирую и об этом тоже вам что-то расскажу. И увидимся с вами на следующей неделе. Все, до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok